Всем привет, меня зовут Алексей Афошин, я работаю с темным администратором в компании TimeWeb. Тема моего доклада это резервное копирование виртуального хостинга. Он будет полезен тем, кто сталкивается с резервным копированием горячих данных. И, собственно, я расскажу, почему мы пришли к ZFS и что мы имели ранее. В этом году компания TimeWeb вспомнилась уже 16 лет, как мы занимаемся виртуальным хостингом. TimeWeb больше, чем хостинг. И в прошлом году мы запустили собственное облако с почасовым биллингом и возможностью гибкого масштабирования инфраструктуры. Наши стойки разнесены по трем дата-центрам. И, к слову, о стойках. Собственно, сервера в стойках делятся на два типа. Это сервера виртуального хостинга, на которых лежат клиентские данные, и сервера для бэкапов, то есть торже. В каждом, внутри каждой стойки мы производим обязательно резервное копирование. То есть неважно, какую услугу человек заказал, то есть резервное копирование будет производиться обязательно. Что из себя представляет сервер виртуального хостинга? Это типичный LNAMP, Linux, Ingenix, Apache, MySQL, PHP. Он служит для раздачи статического и динамического контентов. На нем же вертится сам SQL. Хочется заметить, что данные на серверах довольно разрозненные. То есть могут быть большие и маленькие файлы. Итак, как у нас было ранее настроено, система резервного копирования. Был типичный DRBT плюс LVM. Клиент является primary устройством, storage secondary. Синхронизация на серверах запускается по некой очереди, чтобы не забивать storage. И backup считается успешным, если синхронизация достигла 100%. Ну, собственно, все просто. Далее на storage же делаются snapshot LVM. И таким образом мы можем иметь состояние backup за несколько дней. Хочется сразу сказать, что на клиенте мы имеем быстрые SSD-диски, а на storage же медленные HD-шки. Что мы… Мы поставили себе цель сделать 30 бэкапов, чтобы у нас было 30 ежедневных бэкапов для клиентов. Также мы еще очень хотели проагредить наше железо и получить 8 терабайт против 2. Хотелось бы, конечно, сократить время бэкапа. То есть здесь оно довольно сопоставимое. То есть 30 минут 2 терабайт данных против 128 терабайт данных. То есть практически одно и то же. Но мы хотели, чтобы было меньше. И все-таки мы смогли это сделать. Чуть позже расскажу, как. Также мы хотели, чтобы у нас было 30 резервных копий против 3. И если ранее у нас бэкапы делались через день, потому что просто не успевали делаться за ночь, то мы хотели делать бэкапы каждый день. Также мы хотели, чтобы наши сторожи не сильно разрослись по объемам. Проблемы, с которыми мы столкнулись. Собственно, это мы попробовали толстые и тонкие снапшоты LVM. То есть чем больше толстых снапшотов LVM мы делаем, тем медленнее у нас идет синхронизация. Тонкие снапшоты нам тоже не подошли, потому что мы не знаем, сколько изменений нам пролетит. И требовалось подгонять размер тонкого снапшота, ресайзить его на лету, что тоже занимало определенное количество времени. Также DRBD. Чтобы избежать фрезов файловой системы на клиенте, нам подходилось подгонять скорость синхронизации. И, в общем-то, это было не очень удобно. Также хотелось избежать избыточного потребления места на сторожи. Дело в том, что на клиенте есть DRBD-устройство. Чтобы синхронизировать вас на сторожи, мы должны на сторожи создать такое же DRBD-устройство, такого же размера. И не важно, сколько данных находится на устройстве клиента. То есть, будь то 500 мегабайт или 2 гигабайта, мы должны сразу выделить место. И это не нравилось. Также мы упирались в DRBD-гонку. То есть, идет синхронизация. Если на клиент в этот момент пишутся данные, то мы должны написать их на сторожи. Тем самым, мы можем попасть в эту гонку, и бэкап может сильно растянуться. Этого тоже мы хотели избежать. Мы хотели также уменьшить время бэкапа, и у нас это получилось. Мы просто расширили сеть до 10 гигабит, и бэкапы стали делать быстрее. Ну, по факту, один бэкап стал делаться ровно столько же, сколько он делался, но так мы могли нагружать сеть, параллельно запуская бэкапы на разных серверах. И это заработало. Коллега предложил использовать ZFS. Эта идея показалась мне очень интересной, потому что бэкап при помощи снапшотов нас избавляет от гонки. Также инкрементные снапшоты содержат в себе партийские только данные. То есть у нас нет большой избыточности. В итоге бэкапы на сторожах стали занимать меньше места. Также клиент не нужно подстраивать скорость бэкапа под... В случае с ДРБД нам приходилось подстраивать скорость бэкапа под медленный сторож. В случае с ZFS этой проблемой не возникает. Мы просто, грубо говоря, через СЦП копируем снапшот, и здесь нет никаких сложностей. Да, плюс ко всему, ранее он использовался EXT, DRBD, LVM. Здесь же все нам заменяет ZFS. То есть это единая экосистема. Единая экосистема. Также ZFS использует Copy and Write. Это дает какую-то большую надежность использования файловой системы. Как мы побили Storage и сфер виртуального хостинга. Собственно, на сфере виртуального хостинга мы создали три датасета. Один под MySQL, один под Home. Ну, собственно, это требовалось для того, чтобы иметь разные настройки датасетов. Например, как размер блока или кэширования, о котором мы поговорим чуть попозже. И датасет с резервированием. О нем я расскажу позднее, зачем он нам понадобился. Собственно, сами параметры ZFS, они взяты с советов от разработчиков ZFS. Чуть позднее будет ссылка. Но при окончании аутеризации MySQL сам производит Sync. То есть нет смысла делать двойную синхронизацию. Поэтому мы используем Sync стандарт. Размер блока. Собственно, он выбран эмпирическим путем. Это размер блока как раз для данных пользователя, где PHP, где картинки. Чем больше этот размер, тем более высокую производительность мы получаем. Но стоит понимать, что чем больше размер, тем больше мы пространство требуем. Да. Ну да. Больше кэша для блока кэша. То есть если мы кэшируем статику, то быстрее ее отдаем. Если мы кэшируем даже PHP, какие-то скрипты, помимо об кэша, то это тоже неплохо. Чем больше кэшируем, тем быстрее работаем. Да, нет смысла в кэше и на DB. MySQL сам обладает собственной системой кэширования. И, собственно, параметр 16 килобайт взят с советов разработчиков. Там очень много рекомендаций по MySQL, по POSIS, по различным сервисам, по их настройке. Ну, в общем-то, вот ссылка. Как раз по ней можно и ознакомиться. Как у нас происходит бэкап? Ну, все просто. У нас всегда есть один снапшот. Мы создаем второй снапшот, данные начинают писаться в него. И первый снапшот мы копируем на сторож. По окончании копирования мы удаляем первый снапшот, у нас остается один снапшот. Из проблем. Данные будут очищены с диска только тогда, когда мы удалим снапшот. То есть здесь мы можем хапнуть переполнение. И следует следить за состоянием свободного пространства на диске. Это важно. Потому что, ну, чуть позднее об этом скажу тоже. Для быстрой очистки диска, чтобы, если... Предположим, все. Вот у нас диск заполнился. У нас начало все вредить. Мы можем создать второй снапшот и удалить первый. Без резервной копии. Это не нарушит консистентность резервной копии на сторожа. То есть следующая резервная копия как раз принесет нам инкрементальные данные на сторож в консистентном виде. То есть как будто бы у нас снапшот не удалился. Затрепл. Это отличная утилита от разработчика ZTFS. Она позволяет очень хорошо оптимизировать рутинные задачи по резервному копированию. В ней можно настроить много разных схем резервного копирования. Мы пробовали три для интереса. Первые две. И, в общем-то, пуш по таймеру. То есть мы можем задать периодичность выполнения наших задач. Будь то раз в секунду, раз в минуту, раз в час, раз в день. Неважно. То есть здесь именно таймер и количество копий, которые нам требуется сделать. Но это нам не особо подошло, потому что нам все-таки удобнее было работать с чередями. Пуш по крону тоже может быть кому-то полезен. Здесь можно задать по крону выполнение скрипта, который запустит эту задачу. Также задать количество копий, которые нам требуются хранить на сторожа. Но да, я забыл сказать, что здесь во всех случаях является инициатором клиент. Да, это самый скрипт, который запускает задачу выполнения бэкапа. Затрепл пул. Здесь инициатором является сторож. То есть что, в принципе, удобно, когда у нас есть много серверов ритуального хостинга, нам требуется построить очередь задач и управлять ими. И на сторожа это сделать проще всего, потому что это единая точка, где мы знаем, что бэкапится в данный момент. Наши пользователи имеют возможность восстанавливать зарезервированные данные. Для восстановления используется панель. Здесь пользователь может выбрать дату, территорию, которую он хочет восстановить, или файл, он может либо восстановить данные, либо скачать архив с этими данными. И как у нас производится восстановление файлов. На сторожах же мы имеем гору снапшотов. Эти снапшоты мы монтируем в директорию. После создания снапшота у нас снапшот сразу же монтируется в директорию. И это позволяет проверить, что, во-первых, он создался, что он рабочий, что он живой. Во-вторых, проверить, что там есть какие-то файлы. Если что-то не сработало, у нас есть система витуринга Zabbix, реагирование. И, в общем-то, это уже реакция, какое-то действие. Так вот, мы премонтировали все снапшоты в директорию на сторож, а потом премонтировали эту директорию на клиент. Монтируем мы на старых ядрах, мы монтируем через самбу, потому что с NFS есть неприятная бага. Если мы по NFS примонтируем снапшоты с файлами, имеющими одинаковые аноды, то открывая один файл, мы хапнем и красоты баг. Открывая второй файл с такой же анодой, у нас будет открыт первый файл. И это неприятно. Поэтому мы там используем самбу на старых ядрах. На новых ядрах мы уже используем NFS. И, в общем-то, нам это не особо нравится. Мы потом переделаем это на R-Sync, потому что постоянное соединение – это не очень удобно. То есть, когда требуется, например, провести работу на коммутаторе, требуется отмонтировать все шары, потом премонтировать их заново, и это некомфортно. Бэкап MySQL. Восстановление бэкап MySQL. Тут все просто. Если вы работали с LVM, то, наверное, понимаете, что там есть изменяемые снапшоты. Мы можем просто поднять MySQL на том снапшоте, которым хотим, и он у нас заведется. С ZFS не сработает. ZFS снапшота неизменяемые. Но мы можем сделать клон из этого снапшота и поднять MySQL уже на нем. А потом через MySQL dump скопировать данные уже либо в архив клиенту, либо уже на восстановление север-виртуального хостинга. Какая здесь есть проблема? Размер баз на одном севере у нас составляет где-то порядка 700 гигабайт. И это много. В таком случае MySQL поднимается порядка 20 минут. Что можно было бы сделать? В отличие... В подразии SQL есть чекпоинты. И это хорошо, это удобно. То есть мы можем вручную сделать чекпоинт и потом после этого сделать снапшот. В MySQL чекпоинты вручную мы сделать не можем. Чекпоинты там делаются по определенным схемам. И их частое использование просаживает сильной производительности. Мы делаем всевозможные флуши, которые только можно придумать. И после этого делаем снапшот. Собственно, это помогает немного экономить по скорости. Но все-таки чек большого количества таблиц – это долгий процесс. Для чего нам понадобился датасет резервит? Перед началом внедрения я протестировал переполнение ZTFS, как он себя поведет с этим. То есть я заполнил датасет полностью под завязку. Затем сделал снапшот, он создался все хорошо, сделал второй, третий, четвертый, пятый, десятый снапшот. И на одном из снапшотов у меня файловая система вошла в редонали. Он не позволил больше создавать снапшоты, он не позволил их удалить. Он не позволил больше ничего сделать с этой файловой системой. И это было неприятно. То есть проводя много тестов, в трех случаях из пяти, где-то на пятом, на шестом снапшоте, короче, я уводил систему в редонали. Что я придумал? Можно создать еще один датасет, зарезервировать в нем некое пространство. И когда мы второй датасет в пуле ведем в это состояние, неизменяемое, то можно освободить в резервном датасете резервирование. И первый датасет выйдет из этого состояния. Мы резервируем примерно 100 гигабайт. Сделано это для того, чтобы дать какое-то время на освобождение дискового пространства. И, да, чтобы не хапнуть этот баг. ARC. Его нужно мониторить. Собственно, да, перейдя на ZFS, мы стали мониторить дисковое пространство. Прямо очень ARC. Суть в том, что у нас используется, суть в том, что у нас на севере очень много файлов. Примерно 135 миллионов на каждом. И если мы забьем под завязку, то есть выше лимита ARC мета, либо ARC деноды, то у нас начнутся фризы файловой системы. Ну, для примера, у нас скорость записи была 200 мегабайт в секунду. После забивки ARC мета у нас скорость падает до 2 мегабайт в секунду. И это очень плохо. За этим нужно следить. Мы подобрали для себя какие-то определенные параметры, которые нам подходят. Вряд ли они подойдут всем. На 8 терабайт у нас используется примерно 70 гигабайт оперативной памяти выделяется для ARC. На 4 терабайта у нас выделяется 30-40 гигабайт оперативной памяти от ARC. Да, в качестве источника данных можно брать либо утилиту ARC Summary, она очень удобно, очень приятно показывает текущие данные, либо через PROC ARC STAT для кидоскриптов, например, для Zabbix. PROMETEOS очень хорошо собирает данные по ZTFS, то есть можно его использовать. Там есть готовые спортеры. Ну да, мы используем Zabbix и, собственно, вот триггер, формула триггера, по которой мы рассчитываем, то есть это что требуется реагировать. Ну да, информация об этом ИШЕ. Это короткая MySum. Мы его не используем. Мы от него отказались полностью. Проблема связана с тем, что мы не можем его нормально кэшировать. MySquery его нормально не может нормально кэшировать. И он сильно просаживает файловую систему по производительности. Мы написали костыль, который отслеживает по Anotify. Создание каких-то файлов. Он вычисляет, что АХА создалась таблица MySum, и он принудительно ее конвертирует. Мы не можем просто взять вот так и запретить. Не используйте MySum. Нет. Наши клиенты могут устанавливать дампы, наши клиенты могут использовать разные CMS, которые требуют используя MySum, но мы можем их конвертировать и на DB. Как вы заметили, когда место падает ниже 5%, возникают непонятные неполадки с файловой системой. Просаживается производительность, возникают какие-то ошибки, и стоит всегда держать свободное пространство не менее 5%. Причем, неважно, это на 4 терабайтах, на 8 терабайтах. То есть эти 5% на нас влияют везде. Так, ну, хочется подвести итог. В начале тренинга участвовало 2 человека. Мы раскатали ZFS на 6-8 серверов. Где-то на 2 месяца посмотреть, что с ними будет. То есть мы и торили ситуацию. И после того, как смогли сделать первичную интеграцию, уже стали переносить туда массово пользователей. Потом подключилось еще 3 человека для внедрения. Это заняло еще 3 месяца для полной интеграции уже в всю нашу инфраструктуру. И дальше уже подключилась команда инженеров, которые занимаются мониторингом, реакцией. Были написаны инструкции для всего этого дела. Чего мы добились? Мы, если честно, снизили потребление дискового пространства на серверах. Но на клиентах оно возросло. И мы с этим смирились. Уменьшилось количество кристалей для резервного копирования. Мы забыли о проблемах с снапшотами, с резервными копиями. В случае с LVM приходилось постоянно чекать кистентость снапшотов. В ZTFS это предусмотрено. Мы стали более бдительны к мониторингу. Более бдительны к свободному пространству. Более бдительны к арку. Ну и хотелось сказать, что у нас есть стенд по TimeWebCloud. И всем, кто подойдет к нему, всем, кто там зарегистрируется, мы дадим бесплатный тест на пару месяцев. Ну и если пользуетесь, то все равно приходите. Будет интересно поделиться своим мнением. Ну, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Пока, друзья. Понимайте руки. Будем передавать микрофончик. Так, вот первый ряд. Собственно, есть вопрос. Так, я пока спрошу. Ага, тоже первый ряд. Нормально. Вопросы есть? Сейчас, значит, подискутируем, просто обсудим. А можешь рассказать какие-нибудь самые такие жесткие факапы, которые были в процессе переезда? Наверняка безболезненно все это не прошло. Самый жесткий факап был с арком. Мы его пропустили. И какое-то время не понимали, почему у нас происходит деградация производительности. Когда мы нашли, в чем проблема, сразу же подтинили мониторинги, сразу же написали костыли, которые могут динамически изменять размер арка по некоторым формулам. И, в общем-то, проблема была решена. Все, понял. Так, давайте первый ряд. Добрый день. Спасибо за доклад. Приятно было увидеть много технической мякотки. Вопрос такой, два точнее вопроса. Вопрос первый. Экспериментировали ли вы с экономией места через D-Dub и Compression? И второй вопрос. Вот старая война ZFS Replicate против R-Sync. Были ли какие-то эксперименты натурные на вашем поле? И почему выбрали вот эти ZFS Replicate? Немножко не расслышал. Почему выбрали? ZFS Replicate против R-Sync. Ага, да, спасибо. Ну, собственно, начну с первого вопроса. С компрессией мы, нет, не игрались. Мы начали использовать 0.8.4 ZFS, потом мы обновились на 0.8.6. Сейчас мы обновляемся на 2.1.4. И на 2.1.4 мы уже будем играться с компрессией, с дедубликацией. То есть это будет, да, действительно интересно. И, да, интересно попробовать. Почему выбрали ZFS Replication против R-Sync? Ну, во-первых, если я правильно понял, вы про восстановление имеете в виду? Или, да. Перенос на пшотах. А, перенос на пшотах? Ну, под капотом там вообще что-то типа SSH-SCP в затрепл используется. И, ну, для передачи. Для уже накатки, то есть, для накатки там что-то штатное, по-моему, ZFS Ent. Вот. И почему мы не стали использовать... Немного не понял. А в каком моменте стоило бы использовать ZFS Replication? Так, ZFS Replication. А, ну, получается, да, ZFS Replication, потом R-Sync, потом ZFS Ent. Да. Ну, нам показалось, что удобно мы стали использовать ZFS Ent. И там уже включены, как бы, все моменты проверки, все моменты по оптимизациям. И нам даже не нужно думать, что вот мы сначала копируем датасет, потом мы, короче, накатываем снапшоты. Нам нужно не забыть порядок снапшотов. Нет, R-Sync затрепал об этом уже позаботиться. То есть затрепал довольно умная утилита. Также еще и покажет статус резервной копировки, сколько прошло, сколько осталось. Вот. Так что мы просто над меня заморачивались. Так, ответили на вопрос? Ага, так, первый ряд. Да, добрый день. Георгий Меликов, контрибьютор R-Sync, не мог пройти мимо такой темы. Вопрос номер один. Вы упоминали, что у вас при старой схеме был догон данных при изменении после бэкапов. Хотел уточнить, а вы в итоге снимали со снапшотов, дисков, файлов или чекового бэкапа? То есть что вы догоняли? Так, с чего мы снимали снапшоты? Ну, наверное, вопрос номер один. Блочный ли у вас бэкап или файловый? Бэкап делается… А, вы имеете в виду… С пастерой схемами, да-да-да. Ранее. Да-да-да. А, ну, так, сейчас я потаю немножко. Там просто была фраза про то, что догоняем данные после изменения клиентам. И это намекает на неконсистентность. Да, на клиенте мы не использовали ВМ, то есть на клиенте устройство ДРБД, блочное устройство ДРБД, на котором EXT, вот. И мы это блочное устройство ДРБД синхронизировали с блочным устройством ДРБД на стороже. То есть на клиенте… А, средствами ДРБД, соответственно, добивались синхронности, да? Плохо расслышал, извините. А средствами ДРБД синхронности добивались, да? И консистентности, получается, да? Да, средствами ДРБД. То есть, когда синхронизация достигла 100%, мы считаем, что бэкап сделался полностью. А потом уже на стороже мы делаем самшот этого ДРБД устройства. Ага, спасибо большое. Вопрос следующий. Вы упоминали про двойную запись в MySQL и приводили конфигурацию ZFS, которая является стандартным, SYNC-стандарт. Ну, это по дефолту значения. Хотел уточнить, а со стороны MySQL это вы что-то меняли в итоге? Со стороны MySQL, да, мы, насколько я помню, изменили DoubleWrite, изменили... Сходу, наверное, я сказать не смогу. Я просто к тому, что приведенные вами параметры, это default в ZFS, и он двойной записи в MySQL не исключает сам по себе. Я просто вот это хотел уточнить. Ну, стандарт, дефолт, да, это в ZFS. Соответственно, в MySQL надо это донастыривать, чтобы двойной записи не было. Это MySQL отключает в NDB. Ну, это дефолт, но можно, конечно, для большей надежности изменить его на конкретно принудительный SYNC. Вот. И... Не стоит. Иногда, не знаю, иногда, наверное, стоит, когда это данные не особо горячие, и какие-то, не знаю, там, может быть, ключи хранятся. В общем, это можно фонсировать. Ну, собственно, мы данные по MySQL взяли с Performance and Tuning от разработчиков ZFS. Там немного параметров, буквально там штуки три или четыре. И это позволяет вывозить MySQL, чтобы он работал под ZFS. Окей, тут понял, спасибо. Еще вопрос. У вас NVMe-шки с суперконденсаторами стоят или чем-либо еще для резервирования синхронной записи? Ну, то есть модели какие-то промышленные, там, не знаю, или под дешевле. А, по железу? Да, по железу именно NVMe-шки. Как они переваривают синхронную запись у вас? Превосходно. В первое время были... Вернее, как сказать, ZFS, как раз, используется... На ZFS у нас используется RAID 0, и это позволяет выявить сбойные NVMe-диски практически сразу. То есть когда у нас синхронизация между двумя устройствами разваливается, пул уходит в degrade, и мы по ошибкам видим, что какое-то устройство отстает, то мы можем точно сказать, что это плохое устройство, мы его меняем. Понял. Еще вы упоминали про размер ваших нот с бэкапами. Это было сырое место или полезное пространство? Это было какое место? Сырое пространство или полезный объем? Вы указывали сотни терабайт там, по-моему. А, ну... По факту, там 90 с небольшим, то есть это 100 терабайт взято просто для округления. Ну, да, это полезное пространство, которое мы можем использовать по снабшоту. И последний вопрос про резервирование свободного места. А перед этим вы забивали все на 100%, да? У вас было все нормально на других файловых системах? На 100%, да, были случаи, когда у нас резко возрастала запись, и что-то, например, уходило мимо квоты, или что-то происходило странное, то есть это, ну, как сказать, когда много клиентов, что-то странное может произойти. И, да, у нас были случаи, когда сбивалось дисковое пространство по 100%, и север в принудительном порядке быстро разгружали. Нет, я имел в виду, до использования ЗТФС, то есть до этого у вас была практика, то, что вы резервировали место тоже, или нет? Нет, такой практики не было. Понял. Пока все, спасибо. Так, спасибо. А первый ряд, еще вопрос есть? Извиняюсь. Ну, да, практика была. Штатное резервирование на 5%, то есть это файловая система. А? То же самое. Ну, Я имею в виду то, что по факту у вас резервирование нужно на любой файловой системе. Я к этому иду. Ну, не совсем. То есть с XT4 это переживалось очень мягко. То есть не было такой проблемы, как вот с ЗТФС, потому что ЗТФС, во-первых, переполнение очень плохо переживает, то есть прям чувствуется, что сервер шатает. падает производительность файловой системы. И также вот этот неприятный баг, когда мы можем ввести файловую систему в редонали и больше оттуда никогда не вывезти, очень не хотелось его словить. Вот, поэтому на ЗТФС мы резервируем гораздо больше. То есть там 100, ну, то есть, во-первых, мы держим обязательно свободное пространство, то есть следим по триггерам, по месту, то есть это, чтобы было там не менее, там, десяти, например, короче, плюс у нас еще резервирование, вот, то есть которое мы можем использовать в какой-то критический момент. По поводу свободного места, на самом деле, ЗТФС по умолчанию резервирует дополнительное свободное место, как раз для этих целей, чтобы не встать раком, да, в ненужный момент. И вот тут хотел уточнить, а вы, то есть вы ловили именно баги, когда вы в Аридоне заводили его, при дефолтных настройках, и Абаги его не заводили, да? Дело в том, что, да, ЗТФС резервирует какое-то место, но это место можно забить с намшотами, то есть информация методанных на намшотах. Значит, значит, ну, понял, спасибо. И как раз таки вот это сложилось. Здравствуйте, спасибо. У меня вопрос такой есть, чем организованная вообще оркестрация всей системы бэкапов, то есть если у вас, допустим, хотя бы в районе 100 стоек, да, то есть как бы, то все это должно жить как-то, это постановка на бэкап, это шедулинг, какая-то централизованная система управления должна быть, чем она реализована, и сколько трудозатрат по времени, то есть это у вас заняло. То есть вы просто говорили, что очень мало людей делало данную реализацию, да, и за короткий срок, то есть как это выглядит вот архитектурно, глобально, вот вся система бэкапов основана на ЗТФС. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. У нас используется самописная API к Северам виртуального хостинга, самописная API к Староджам, на Староджах есть самописные демоны, которые выполняют, ну, которые оркестрируют резервное копирование, все это накатывается при помощи салта, то есть мы перешли с папета на салт, и в общем-то, сколько времени это пилилось? 16 лет. Сколько существует хостинг, то есть мы это модернизируем, и вот шагаем. Ну, то есть эта система работала, когда еще вы использовали ДРБД, да, вы просто перешли от той реализации к этой, перепилили управление, да? Да, 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 просто немножко изменили эту схему резервного копирования, то есть алгоритм, алгоритм как бы остался тот же, то есть это по очередям, вот, и нам не пришлось это придумать заново, вот. Так, можем еще немножко вопрос задавать. Еще один вопросик вспомнил. Вы упоминали использование MySQL Dump для восстановления резервной копии. Хотел уточнить, а рассматривали ли вы другие инструменты, например, Extra Backup, Percon, потому что там как раз есть механизмы, ну, во-первых, у вас есть вторая база, да, которой, в общем-то, изменений не надо, вы можете как есть, да, переносить в целом-то и запускать MySQL. Рассматривали ли вы эту сторону, посмотрели? Ну, я думал об этом, то есть, если, например, использовать какие-нибудь там снапшоты, Percon и ExtraDB, у нас как раз используется MySQL Percon, вот, то, чтобы избежать возможных блокировок базы данных, нам нужно сделать снапшоты на тот же самый сервер, вот, на те же самые быстрые диски, вот, это мое предположение, это мой домысел, я еще не тестировал, если можно, мы можем поддискутировать, кулары, короче, на эту тематику мне будет интересно, вот, и это мои домыслы, то есть, нам бы потребовалось еще 700 гигабайт на сервере, для того, чтобы делать эти снапшоты, вот, если это возможно сделать на какой-то удаленный сервер, на медленный удаленный сервер, который имеет медленные HD диски и не особо богатую сеть. Я тут, скорее, со стороны восстановления рассматривал, потому что снапшотов вам уже достаточно, да, вы уже собрали, передали в ZFS, и у вас все в этом плане нормально, а вот со стороны восстановления он теоретически может вам помочь, но это в кулуарах. А, окей, хорошо, спасибо. Еще можно короткий вопрос, да, по поводу, там и была картинка, сервера бэкапа, они находятся в этой же вот стойке, да, то есть, да, все верно, как у вас вот происходит вот это вот, если стойка теряется, но как это обыгрывается? Ой, так. Да, потеря стойки, собственно говоря, да, упал сервер, где бэкапы на сервере, упала стойка, да, интересно. У нас есть несколько схем резервного копирования, то есть, то, что мы сейчас рассматривали, это обязательные резервные копии, которые включены во все тарифы, то есть, пользователь за них дополнительно ничего не платит, у нас есть также резервные копирования по требованию, которые делаются, да, в отдельный дата-центр, короче, вот это в отдельную стойку, вот, кто там, и, собственно, за эти бэкапы, как бы, идет, взымается дополнительная плата, и, да, они находятся далеко, удаленно, вот. Но в случае, если падает стойка, у нас бывали, как бы, проблемы с электроэнергией, когда один ввод отключался, и, в общем-то, у нас все продержалось на второй линии, то есть, у нас подходят две линии к стойке, то есть, к каждому серверу подходят, да, два ввода, вот, это позволяет избежать стойки, и так, чтобы у нас падала прям целиком вся полная стойка, ну, разве что только, не знаю, сеть отрубалась на какое-то время, то есть, ну, коммутатором выходил из строя, и он быстро заменялся, анализированный, то есть, ну, не встречали, короче, такой проблемы, чтобы нас прямо сдохла вся стойка, то есть, все платформы. То есть, очень редкая ситуация, да, и особо она не... Она может быть, например, по питанию, то есть, если у нас это подпадали, например, очень, не знаю, сильное напряжение, короче, то есть, у нас все вышибло нафиг, все сгорело, вот, и... но такого не было, то есть, такого на моей памяти не было. Так, первый ряд снова. То есть, в риске не включается полная потеря стойки? Полная потеря стойки? В риске не включена? Нет. Ну, А что мешает перекрестному просто стойку мапить хотя бы в соседнюю, то есть, бэкапы перекрестно сделать? Только сеть? Да. Нам требуется сделать немножко по-другому и чуть подороже. Желаю, чтобы никогда не случилось. Да. Ну, за 16 лет, видимо, не случалось, поэтому особо никто не приходил и не говорил, что срочно меняем систему бэкапа. Ну, да, и на крайний случай у нас есть вот другой тип резервного копирования. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...